здравствуйте мои дорогие друзья меня зовут александрова светлана сегодня мы с вами вновь на рабочем участке где мы закладывали год назад большой розарий конец июня и это время цветения роз сейчас цветут все группы флорибунда чайно-гибридные плетистые почвопокровные а на этом участке у нас большой розари и знаменитой розы французского селекционера мияна роза называется юбилей принца монако у розы есть еще одно название юбилей санкт-петербурга но общепринятое название все таки юбилей принца монако посмотрите какая она красавица еще одно достоинство этой розы очень долгая продолжительная жизнь одного цветка цветок открывается медленно сохраняется на кусте до трех недель очень устойчив к дождю к ветру у этого сорта несколько стадий раскрытия цветка сначала цветок больше белый с четкой каемкой по краю лепестка цветок остается очень долго в состоянии полуроспуска распрямляя расправляя каждый внешний лепесток очень медленно постепенно раскрываясь в полную чашу по мере взросления цветка он становится почти красный потому что это каемочка которая окантовывает в начале распуска бутон становится насыщенно красной почти до центра цветка спускается весь этот красный цвет и только внешние лепестки остаются белого цвета сегодня вы знаете друзья так удачно получилось заглянули мы на рабочий участок и лето отпуск и встретился нам хозяин дома денис евгеньевич вам понравились розы просто шикарные да мне очень не нравится вот две недели вот такого цветения да я думаю это практически будет месяц если не больше не сыпаются очень долго стоят и смотрите шикарные розы такой вот необычный окрас да вроде бы сначала открывается это роза флорибунда открывается она формой цветка чайно-гибридные розы белые с розовым кантом и потом постепенно спускается краснота внутрь цветка и становится таким алым ну любимый мир цвет мужчин да красный постоянно переливается да тут немножко беленький то красненький туаленки очень очень красивые розы очень мне нравится а жена просто в восторге отлично я очень рада когда-то у вас здесь рос микс я пересадила на ту сторону вот где у нас сейчас гортензия ваша супруга не была готова расстаться с розочками но это правильно конечно и я все розы собрала отсюда и решили мы с анастасией что мы высадим здесь из одного сорта роз добавим такие вот круглые шары из кизильника блестящего и правильно ли мы сделали что вложили такое это же в общем то не дешевое вложение правда нет 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 раньше мы с женой покупали до каждый год розы они почему-то были какие-то одногодки однодневки да хотя за столь 350 400 да но сейчас вот эти розы у нас уже второй год пошли да я сажала в то есть да 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 и и просто но вы сами сами видите сами можете посмотреть это того стоит это того стоит да то есть вы мы вложили в этот розарий деньги вложили свой труд когда предлагаю какие-то сорта роз проверенные потому что это всегда надежное цветение хорошая зимовка конечно правильно укрыть вовремя открыть мы купили осмокот мы провели сюда капельный полив и вот эти все наши усилия дали результат при том что у нас розарий еще достаточно молодой а через год он будет еще краше я даже не могу представить чтобы а через год это просто будет огонь 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 горит на будет огонь да ну здорово я очень рада что вам нравится это самое главное для работы садовников что в хозяева работодатель в данном случае был доволен работой садовника спасибо 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 по переднему краю цветника я посадила розы аспирин здесь арочный проем приглашает пройти в сад но хода здесь не будет роза аспирин к следующему году значительно нарастет и закроет вход розы аспирин нарастает чуть медленный это кустарниковая роза и ей понадобится три года для того чтобы она стала той красавицей которая она будет в дальнейшем это высокая роза густо облиственная широко разрастающийся и очень обильно цветущая но аспирину понадобится чуть больше времени аспирин роза это роза тантау тоже необыкновенно красивая здоровые мелкие листья иногда бывают на одном листе пять или семь листочков не пугайтесь это вполне нормально роза аспирин дальнейшем будет цвести большими шапками станет высокой густой и будет перекрывать на зрительно вход в зону розария конечно друзья сейчас еще это молодые посадки и розы не набрали своей высоты и своего объема но уже ко второму цветению розы станут выше и гуще и у нас получится именно такой розарий как мы его и задумывали яркие красно-белые цветы в массе большого розария внутри которых будут большие шары из кизильника блестящего ну и посмотрите друзья вот на эту красоту это поднимается во всей своей красе гортензия баунти древовидная гортензия улучшенный сорт гортензии аннабель здесь посажено 15 кустов плотность посадки 30 сантиметров вот такие огромные шапки уже через неделю они все развернут полностью свои стерильные цветочки и вот это соцветие станет в разы больше она станет кипельно-белая огромное красивое соцветие у этого сорта высокие прямо стоящие побеги посмотрите какие крупные листья гортензия это насос большие листья перекачивают огромный объем воды поэтому получать достаточное количество влаги гортензии просто необходимо вот здесь друзья у меня один куст гортензии немного запаздывал и я придавливала электродами соседние кусты чтобы вот эти побеги они еще зеленый в массе видно и что они запаздывают с развитием цветка ничего страшного они зацветут чуть позже тем не менее обеспечив свет гортензия вытянулась подросла и сравнялась и уже через неделю когда шапки гортензии начнут окрашиваться в белый цвет вот этой пустоты видно не будет все выровнится весной я под каждый куст бросила горсть удобрения осмокот она постепенно будет растворяться весь сезон равномерно питая растение также гортензия замульчирована конским перегноем я использую конскую постилку которую мы собирали зимой и у нас здесь организован капельный полив и вот это друзья очень важно организовать систему капельного полива непростое удовольствие и зачастую она еще и автоматизированное и удовольствие не дешевое но я уверена что наш народ обязательно напаяет трубочек на сверлить шланг очках дырочек и придумает как организовать себе более упрощенную систему подачи воды что нужно друзья сейчас нашим растениям следить чтобы они были здоровы и не повреждались вредителями при необходимости обрабатывать препаратом скор и от вредителей клещей гусениц ли раз 7 10 дней препаратом фитоверм это будет сдерживать насекомых ну конечно же природа живая она стерильной быть не может и поэтому необходимо следить за популяцией вредителей самостоятельно все усилия которые мы прикладываем подкрытию закрытию трудозатраты и финансовые затраты которые нужны для рост они все окупаются вот такой красотой